Мне иногда, знаете, интересный такой факт, мне так задают, я об этом не задумался, если бы мне не задали бы вопрос один раз, а его несколько раз потом еще задавали. Вот что, Дмитрий, ты испытываешь, как только выиграешь? Или там нокаутировать, еще тебе руку поднимают, а до этого, ну, чтобы было понимание, процесс серьезный, до трех-четырех, бывает, до полугода подготовки идет, ты полностью сфокусирован на этом, ты живешь этим, какие праздники вокруг ты не видишь, суббота, воскресенье, это вообще там ни выходных, ни выходных, у тебя выходной только, когда там перерыв между тренировками, еще что-то, то есть в своем графике живешь. И когда меня задают вопросы, а что ты испытываешь? Самое интересное, что я ничего не испытываю, пустота. Да, удовлетворение есть внутреннее, но состояние пустоты, ощущение пустоты, потому что ты ставил перед собой ближайшую цель, и вот этот момент, когда как раз ее руку понимает, ты ее добился, а что дальше? Человек такое существо, что без цели он, наверное, не сможет жить, по крайней мере, я, я в этом убедился. Я бы об этом не задумался, если бы там. Я даже помню, у меня там есть товарищ на Льбе, и он там художник, он меня тогда еще не знал, и он по фотографиям писал картину. Потом после этого я через полгода стал чемпионом мира, а он на выставки попал, там, на аукционы, там, лондонские, по-моему, и нью-йоркские, и то есть там в разы выросли картины. И там человек, который мне ее привез, там, наш общий друг, он сказал, ну, не знаю, может тебе и продать ее теперь уже. Мы так посмеялись. Я когда развернул, я посмотрел, я увидел, а он все с фотографии сделал, с нескольких. Я увидел, что он передал мне внутренний мир, будучи меня, не знаю, глаза. И вот именно глядя на это полотно, я понимаю, что я сразу вспоминаю, что я чувствую в ринге. Вот он передал мое состояние. Вот то, о чем я сейчас говорю, что ты добился полного удовлетворения. По лицу видно, что ты доволен, но видно, что такая пустота наступает. Именно в этот момент. Связано это, прежде всего, с тем, что ты добился цели, но еще не сформировал другую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!